Всем привет, друзья, с вами Акрош. В этом видео мы будем обозревать обновление 11.0.1 в игре растения против зомби 2. На этот раз раздробочки сильно затянулись с обновлением, потому что на андроид оно должно было выйти, как вы видите, 20 числа. Но сейчас я записываю это видео 30 ноября, и оно вышло спустя только 10 дней. Перед началом видео хочу порекомендовать свой телеграм-канал. Там выходят свежие новости, анонсы разных видео, а также интересные факты по нашей любимой вселенной растений и зомби. К тому же хочу вам сказать, что в декабре, уже ближе к новому году, я запущу розыгрыш. Поэтому крутую и запоминающуюся новогоднюю атмосферу я вам на канале в этом году точно гарантирую. Ну а вы усаживайтесь поудобнее, берите печеньки и что-нибудь вкусное, чаёчек тоже обязательно заваривайте, и всем приятного просмотра. По традиции посмотрим экран загрузки, который представили разработчики нам в этом обновлении. На главном плане мы видим желенную клюку, которая задавила бедного зомби. Также мы видим зомбони, которая делает свои ледяные дорожки, и заварного бутона, который уже почти взорвался. На заднем плане мы видим домики Нейбровля, которые украшены гирляндами. Также хочу обратить внимание на множество снега, на горы, на ёлки и на снеговичков. И кстати, за одним из них в сугробе прячется стенорех. Не знаю, что это может значить, возможно какой-то новый скин, или же добавление режима орехового боулинга с первой части, так как в последнее время разработчики добавляют немало контента из этой игры. Мне лично понравился экран загрузки, тут он выполнен уже более качественно, чем до этого, потому что тут уже разработчики сами начинают рисовать персонажей, а не просто оставлять рендеры из игры. Да и сам экран приятен глазом, на него можно долго смотреть, и он передаёт всю атмосферу нового года. Я очень люблю этот праздник, поэтому это, наверное, пожалуй, один из любимых моих экранов загрузки. Так, давайте переходить в сути видеоролика, и начнём мы с описания обновления. Разработчики здесь говорят, что новогодние каникулы уже скоро, и пора отдохнуть, расслабиться, и заодно обсудить то, что было у нас в этом 2023 году, вместе с новым обновлением для растений Партизомби 2. Это новое обновление у нас не обходится без новых растений. На этот раз нам добавили двух новых персонажей. Это Зверной Бутон и, вернувшийся из первой части, Ледяной Гриб. Сегодня я не буду заострять внимание на характеристиках и способностях растений, потому что скоро на канале появится новая рубрика под названием Тайны Альманаха. Мы там будем смотреть всё больше названное, а также интересные факты, и советы будут также по получению растения, нужно ли это делать, либо же оставить его получение на потом. В этом обновлении у нас будет два ивента. Первый ивент будет Фестиус. Он начнётся уже 4 декабря в этот понедельник и продлится до 31 декабря. Целых 27 дней будет ивент длиться у нас в игре. Это самый длинный ивент, который у нас был в игре, потому что, ну, ни один ивент ещё не длился столько много. Целый месяц длится этот ивент. Максимум у нас было это недели две, одну и всё. Вот. Но месяц это очень долго, и 30 уровней пройти за недели две вполне реально. Поэтому проходите ивент, там, кстати, будут зомбони и зомби на бопсы добавлены, и новые уровни тоже вас будут там ждать. Поэтому, я думаю, будет очень интересно, и новогодняя тематика тоже, думаю, вас должна порадовать. После новогодних праздников в январе у нас будет новый ивент под названием Битва за Корп. Там добавят новую глазнокосилку, музыку и лужайку, а также много чего другого интересного. Он начнётся 8 января и продлится до 17 января. Будет недельку он длится, и вы сможете его спокойно пройти. Как обычно, разработчики исправляют у нас свои ошибки, поэтому они исправили звуковые эффекты, и уже в некоторых локациях поправили музыку, потому что в некоторых мирах она просто не играла, либо же некоторые треки просто не воспроизводились. И также стабильность игры в игре была улучшена. Давайте всё посмотрим на практике, и мы переходим уже непосредственно в саму игру, а не в главное меню. И смотрите, вот возле квестов уже у нас есть обратный отчёт до ивента фестивуса, и он уже начнётся, как я и сказал, 4 декабря в понедельник. Так, поэтому ждём, уже обратный отчёт есть, поэтому нам остаётся только ждать и уже играть, когда наступит наше 4 декабря. Давайте теперь зайдём в альманах и посмотрим на новых растений. Первым растением следующего года является взрывной бутон. Его сезон начнётся в начале января и продлится до конца февраля. Дробнее об этом растении мы будем говорить чуть позже в новой рубрике, а сейчас мы переходим к ледогрибу. Ледогриб это персонаж, который пришёл к нам из первой части. Да, снова. В отличие от растений с первой части, которые дебютировали во второй, без каких-то ярких изменений, ледогриб наоборот получает очень серьёзные улучшения, или улучшения можете посмотреть потом сами в следующем ролике, который выйдет на канале уже совсем скоро. И ледогриб у нас в итоге становится растением поддержки. То есть, если вокруг него насадить кучу ледяных растений, то они получат бонус к урону. Как вы видите, по сердечку возле растений я уже успел поиграть на ледогрибе. И могу сказать то, что растение очень сильное, по крайней мере в своём классе уж точно. Потому что улучшать так сильно своих растений, своих собратьев, иметь такой урон, радиус атаки и... Такую достаточно быструю перезарядку между атаками, это ещё надо умудриться так себе приобрести. Потому что не каждое растение обладает таким уроном, таким хп, и вообще... Не каждое растение может поддержать свою команду. Я очень люблю растения поддержки, и ледогриб один из моих любимчиков. Но подробнее я уже буду говорить о этом растении чуть позже. Поэтому давайте перейдём уже посмотрим, может что-то в магазине у нас есть интересное. Я ещё не заходил, ничего не смотрел. И... Ну да, тут ничего нету, в принципе. Всё как обычно. В прошлом обновлении вот у нас поменялся немножко интерфейс. Кнопочки стали немножко другие по дизайну. И я хочу вам ещё сообщить одно важное объявление, то что... Да, сейчас загрузится, всё. Как вы могли заметить, растением недели у нас является чертячая груша. Если мы посмотрим самый низ, то мы увидим, что осталось 6 дней до конца событий с этим растением. Но на самом деле это не так. И этот сезон уже закончится 3 декабря, то есть уже в это воскресенье. Теперь все ивенты, все события в погоне за Пенни начинаются в каждой воскресенье недели. А не в среду, как это у нас было ранее. Поэтому сезон чертячей груши заканчивается на 4 дня раньше, чем планировалось. Поэтому, если вы ещё не получили растений или не прокачали до нужного вам уровня, обязательно это сделайте как можно быстрее. Потому что растение реально крутое, реально имбовое. И пропустить такую возможность, ну, просто грех. Также в игру теперь каждую неделю добавляют особый ивент. То есть, когда начинаются события с растением недели, у вас появляется ивент, в котором есть 5 уровней, и вы можете получить карточки на растения. А также испытать его, тем самым понять, нужно ли вам это растение, либо же нет. Как по мне, такая функция очень крутая для новичков. Да и Алдам тоже это очень зайдёт, потому что получить халявные карточки для прокачки, или же наоборот для получения растения не помешает. Это раньше было в виде квеста, конечно, и когда вы проходили 5 уровней, вы могли гарантированно получить определённое количество карточек и залутать ещё карточки на других растений. Но не знаю, почему этот квест убрали и добавили этот ивент. Возможно, квест даже был бы получше, потому что как-то странно добавлять ивент на неделю, каждый раз. Мы будем ещё смотреть, как приживёт этот ивент в игре. А сейчас я перейду уже к своему мнению об этом обновлении. В принципе, прям ужасным это обновление я назвать не могу. Ну и хорошим оно не является, потому что контента всё равно мало, его недостаточно, и растение против зомби 2 нуждается в большем разнообразии. Конечно, вряд ли такое произойдёт, но я думаю, разработчики уже должны заметить бунт игроков, потому что, ну, одни растения, одни ивенты, ну, мы просто не продержимся на этом, и уже растение против зомби 2 уже теряет популярность, как и сама франшиза, поэтому надо что-то вытягивать, надо что-то делать, и разработчики должны добавлять нормальный контент, а не просто добавлять каких-то новых персонажей. Опять же, ивенты, какие-то небольшие визуальные изменения, и всё. Надо добавлять какие-то режимы, ещё что-то, какие-то мини-игры, чтобы было интересно играть, и интерес в игре просто возрастало, чтобы было больше народу, и было мотивации больше играть, а не забрасывать игру. Ну вот, видео подошло к концу, пишите своё мнение насчёт этого обновления в комментарии, всем спасибо за просмотр, с вами была Крош, до скорых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok